Добрый день, мои друзья! Я очень рад быть здесь сегодня. Хорошо. Спасибо, пастор, за приглашение. Аминь! Это так хорошо, чтобы вас видеть сегодня. Настолько приятно встретиться с вами сегодня. Я знаю чуть-чуть по-русски, потому что в 1992 году мы переехали с семьей в Москву. И мы жили в Москве полтора года, и в Вильнюсе лет два, два с половиной года. Итак, я знаю чуть-чуть по-русски, но долго на практике. Итак, если вы говорите со мной, я probably will say, извините, говорите медленнее. Я не понимаю. Хорошо. Аллилуйя! Я попрошу мою жену прийти сюда. У нас трое детей. Когда мы поехали в Москву, моей старшей дочери было десять. Второй дочке было семь. И сыну четыре. И сегодня моя старшая дочь, она миссионер в Санкт-Петербурге, в России. Сейчас в данный момент она в Америке, потому что ее не пускают в Россию. Сейчас они имеют служение в Новой Мексике. Когда дверь опять откроется, чтобы поехать в Россию. В церкви в Северной Каролине мой сын ответственный за служение пения. А вторая дочь моя живет во Флориде, в Пенема-Сити. Она видео снимает свадьбы. Но самое для меня важно то, что они все любят Иисуса. И для меня такая радость видеть всех молодых людей. У вас столько талантов здесь в церкви. И мне это настолько радостно. Всех благодарю за свидетельство, стихи, песнопения, хор. Я ощущаю присутствие Господа здесь. Мы хотим вам в начале нашего служения здесь спеть пару песен. Мы эти псалмы знали в Америке, но когда мы жили в России, мы их выучили по-русски. Если вы знакомы с этими псалмами, помогите мне. Встаньте, пожалуйста. Помоги мне, хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я надеюсь, причина, что вы пришли не для того, чтобы увидеть английского проповедника Не главная причина услышать пение хора Моя надежда, что мы собрались здесь, чтобы возвеличить Иисуса имя В одной церкви я был пастырем в течение 23 года Когда Бог призвал меня на то, чтобы оставить служение пастыря и начать путешествовать с проповедью Слова И я спросил, Господи, у меня много разных мыслей, о чем ты хотел, чтобы я проповедовал И Бог положил мне на сердце мысль или направление, что я должен делиться в церквях Америки о Духе Святом В Америке нужно пробуждение И важно, чтобы церковь была исполнена Духа Святого Чтобы помочь в нашей стране В церквях Американских и Русских важно говорить о Духе Святом сегодня Я сегодня буду делиться на тему о новом сосуде Четвертое царство Чаптор 4 Аллилуйя Слава Богу Глава 4 с 1 по 7 стихи Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе И сказал ей Елисей «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала «Нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем» И сказал он «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало И пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими И наливай во все эти сосуды, полные отставляй И пошла от него, и запрела дверь за собою И за сыновьями своими они подавали ей А она наливала Когда наполнены были сосуды Она сказала сыну своему «Подай мне еще сосуд» Он сказал ей «Нет более сосудов» И остановилось масло И пришла она и пересказала человеку Божию Он сказал «Пойди, продай масло и заплати долги твои А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими Принеси или подай мне еще один сосуд» Сколько из вас переживали исцеление в своей жизни? Возможно, все имели это Кто из вас в нужде видел благословение Божье И в материальной сфере Я надеюсь, что все из вас получили прощение грехов Бог никогда ничего не делает без определенной цели Он не исцелил вас без цели Он не дал вам благополучия без цели Он не дал вам спасения без цели Он дал нам спасения, чтобы мы делились спасением с другими Он дал нам исцеление, чтобы мы свидетельствовали об этом другим Он благословил нас материально, чтобы мы могли служить другим Бог никогда ничего не делает без определенной цели Каждая история Библии имеет цель Есть определенная причина, почему эти истории записаны в Библии Очень часто мы можем видеть в историях Старого Завета Символы для Нового Завета Авраам должен был принести в жертву сына своего И в кустах нашелся агнец И этот агнец заместил Исаака место И этот овен был картиной образа Нового Завета Иисуса Христа Когда Моисею было повеление говорить камню или ударить по камню В Новом Завете, в 1 Коринфянам 10.1, сказано, что Иисус является камнем Эта причина, почему, когда Моисею было сказано, скажи камню, а он сделал по-другому Почему это было настолько серьезно? Потому что Иисус получил бы удар один раз Потому что Он получил удар один раз, мы сегодня примирены с Ним Павел использует эту аналогию в Новом Завете Моисе lifted up the bronze serpent Моисей поставил змея на шесте И каждый, кто смотрел на этого медного змея, получал исцеление В Иоанна 3.14.15 написано о Иисусе Когда Он будет вознесен, все будут привлечены к Нему В Библии, когда мы находим места Писания, говорящие о масле, елее или о воде, это символ Духа Святого Каждая история Библии, она настолько важна, потому что она имеет свой символизм В истории, которую мы только что с вами прочитали Это очередная история, в которой мы можем увидеть символы для Нового Завета Бог ищет сосуды Бог ищет сосуды, которые бы Он мог наполнить Работа Божия нуждается или требует инструмент в виде человека И в истории постоянно была нужда, чтобы найти сосуд, через который Бог бы совершил работу Без подготовленного сосуда Бог не может двигаться Бог не может проводить свою работу через сосуд, который не подготовлен Мы, как сосуды предназначенные, мы ограничиваем Божью работу Богу нужен приготовленный сосуд, и этими сосудами являемся мы В этом месте Писания сосуды означали жизнь для этой женщины Больше сосудов у нее было, больше шансов выжить у нее было Мы с вами являемся проводниками жизни для нашего общества Мы являемся проводниками жизни для семьи Мы являемся проводниками жизни для соседей Вы есть жизнь для Инмана Бог хочет излить Дух Святой на вас, чтобы через нас продолжалось это движение Духа в обществе И я верю, что проблема или трудности в нашей стране не из-за политических организаций Проблема в том, что многие церкви в Америке потеряли жизнь И время пришло, чтобы ожить Чтобы Дух Святой начал работать или действовать в церкви Чем больше сосудов, тем больше шансов выжить Тем больше жизни Но каждый сосуд должен быть приготовлен Сегодня я хочу обратить внимание на три направления Чем должен являться сосуд Это мы и каждый из нас Чем мы должны быть Первое, это сосуд должен быть готовым или открытым У этой женщины был один сосуд и чуть-чуть елее на дне И она была довольна тем малым, что у нее было Но этого не было достаточно Это причина, по которой она возопила к пророку Ей нужно было больше Мы не должны удовлетворяться или успокаиваться на том, что у нас есть Нам нужно больше Нам нужно больше Духа Я ощущаю присутствие Бога здесь Я уверен, что многие из вас исполнены Духа Святого Но нам нужно больше Бог ищет сосуд, который был бы доступен или открыт К сожалению, так много людей Даже в церквях, которые не хотят Не открыты Слишком заняты Слишком заняты работой Слишком заняты последней технологией Я не против технологий Я верю, что Бог нам эти инструменты дал, чтобы распространять Его Царство Но нам нужно быть аккуратными в том, чтобы современная технология не отвлекла нас от наполнения Духом Божьим Очень много христианского народа сегодня заняты, увлечены фильмами, продукция Холливуда Вместо того, чтобы наполняться Духом Божьим Кто-то из вас может сказать, о, я не подхожу на эту работу То я не знаю, как это делать Богу не нужны способные люди Богу нужны люди открытые и готовые идти Может вам кажется, о, у меня нет никаких способностей, чтобы я мог предложить Богу Бога это не интересует, Бога интересует ваша готовность Но я увидел, что очень много, большинство церквей слишком заняты На телефоне вы знакомы, когда вы набрали номер, и он отвечает, занят Это на другом конце линии, кто-то не может с вами говорить И иногда я звоню, мне ответчик отвечает, мы сейчас не дома, мы вам перезвоним Они недоступны Но Бог ищет таких, которые, услышав голос Божий, скажут, вот я Я готов У этой женщины был один сосуд и немножко масла Но ее жизнь зависела от количества дополнительных сосудов Я представляю картину, как наши дети идут к соседям, стучат в дверь и спрашивают, у вас есть пустые сосуды? О, спасибо вам, что вы мне отдаете его И они стучат в следующую дверь и говорят, нажать, о, мама просит еще сосуды, у вас есть Спасибо вам, что вы даете И они принесли все эти пустые сосуды к матери И было много радости, потому что были открытые сосуды Я вам скажу, что много радости в церкви, много радости на небе Когда мы говорим, вот я, я готов Первое, это сосуд должен быть расположен, готов Следующее, очень важно, сосуд должен быть чист Вы представляете, что когда эти дети и женщина это собирали сосуды у соседей Возможно у кого-то на чердаке они в бейсменте были И они их всех собрали Если вы у кого-то взаймы взяли сосуд Сестры особо на это обращают внимание Заглянут и скажут, чистый он или нет Может в некоторых из них пауки были Может тараканы Она их вытрясла и вычистила Она приготовляла эти сосуды Мы должны очиститься от всякой грязи и мусора Этого мира, если мы хотим, чтобы Бог с нами имел дело Вы знаете, много людей, которые приходят в церковь Внешне выглядят достойно, но внутри не чисты Горечь, зло, ненависть внутри Надо нуждаться, просить Бога очистить нас изнутри Должны мы очищаться от самонадеянности Что я могу сам сделать И сегодня время такое, когда люди надеются на себя Даже в церкви И многие говорят в церквях О, мы уже знаем, как иметь служение Мы научились петь, играть И мы самодостаточны Но я не хочу стоять за этой кафедрой Без того, чтобы Бог меня наполнял Я не хочу садиться за пиано, если я не чувствую присутствие Божьего Я не хочу петь в хоре, если я не чувствую Духа Святого, который на мне Для того, чтобы это происходило, необходимо быть чистым Авраам подумал, что он может помочь Богу чем-то Измаил родился из-за этого И по сей день они имеют трудностей Моисей хотел Богу помочь Египтянина убил И вынужден был бежать в пустыню Через 40 лет Бог продолжал звать Моисея назад Моисей говорил, но я не могу И в тот момент Бог сказал, о, вот теперь я вижу, что я могу его взять Потому что он признал свою беспомощность Мы должны освободиться от самонадеянности Есть люди, которые много лет уже в церкви И у них внутренность застоялась Надо освобождаться от старого и быть наполненным новым Иногда искушения, трудности приходят в жизнь Для того, чтобы освободить нас от чего-то Иногда искушения и трудности Подготавливают нас к чему-то новому К чему-то большему в нашей жизни Иосифа вспомним Его жизнь была вниз и вверх Вниз и вверх Он в своей семье был любимчиком отца Я хочу, чтобы мы знали, что нельзя родителям иметь кого-то из детей любимчиков Мы всех детей любим одинаково, но Яков любил Иосифа больше Он был выше Эти катальные горки Эти катальные горки знакомы вам, да? Иосифа жизнь была, как эти катальные горы Он был любимчиком отца, но вдруг он был продан в Египет Сейчас он внизу И он потом пришел в дом Потифара и опять наверху И он был обвинен ложным и в тюрьму попал И он был обвинен ложным и в тюрьму попал опять вниз И дальше мы знаем историю Он был приведен вторым по фараону Мы не знаем всех причин, почему у Иосифа была такая жизнь Но мы знаем точно, что этот процесс был предназначен Богом в цели подготовки Бог приготовлял, очищал Иосифа Иоанн Креститель говорит, он должен возвышаться, а я унижаться Когда мы избавляемся от самонадеянности, Бог может входить в нашу жизнь Нам необходимо очиститься от всего, чтобы Бог нас наполнял You can be available, but not willing to be cleansed Можете иметь желание быть употребляемым Богом, но не иметь желание очиститься And if you're not cleansed, then you're not ready Если мы не очищены, то мы не приготовлены We're talking about being filled this morning Сегодня мы говорим о том, чтобы быть наполнен Being prepared for the Holy Spirit Unpreparedness of the vessel hinders God's work God is waiting on us He's waiting on us to pour out His Spirit upon us He will help clean us up Now if you're here this morning and you've got sins in your life It's simple, you ask Jesus to forgive you of your sins If you say I'm not a bad person But if you're not willing to follow the Lord anywhere Then you have sin in your life Если у вас есть препятствие, вы не готовы идти за Христом Куда бы Он ни сказал, значит есть грех And you need to ask Him to forgive us And you need to ask Him to forgive us And common sense tells us that this widow prepared the vessel By cleaning them before she used it And then we look at the third thing the vessel must be The vessel must be full Now Elisha told the woman to fill the vessel And set the full ones aside and get another one So the implication here is that she filled that vessel All the way to the top She didn't fill it half full She didn't fill it three quarters full That was her life It was life to her family Жизнь ее семьи It was her future Это было ее будущее So she filled it all the way full Она заполняла каждый сосуд до максимума She was going to make sure she had plenty И она должна была быть уверена, что будет достаточно Now this oil represents the Holy Spirit Это масло представляет или да, пример Духа Святого And being full of the Holy Ghost is life to us And to everyone around us Быть наполненными Духа Святого От этого зависит наша жизнь и жизнь окружающих нас We as the vessel must have a consistent container of being full And full, not just filled one time But being continually full of the Holy Spirit Цель наша должна состоять в том, чтобы постоянно быть наполненными Не один раз Переливается вот это масло И вокруг нас все благословляются The Bible said Peter even when he walked down The shadow would heal people People want to get in his shadow Because he was full of the Holy Spirit Петр был исполнен Духа Святого И даже тень, когда проходила Тень Петра Люди получали исцеление And you and I must stay full of the Holy Spirit Мы должны быть исполнены Духа Святого Постоянное движение или наполнение Духа Принесет благословение другим Как мы можем оставаться наполненными? Ну, посредством того, что мы постоянно готовы, желаем, постоянно чисты и постоянно нуждаемся Сегодня утром, когда я приехал сюда Чуть после девяти, я зашел в молитвенную комнату Благодарим вас, чем вы там занимаетесь Я имею надежду или верю, что больше и больше людей С этой церкви будут в той комнате Виталий сказал мне, что это наши воины Это место, где Дух Святой постоянно наполняет и наполняет Мы должны постоянно нуждаться, чтобы Бог наполнял нас до перелива Я тоже живу на юге, как и вы Я живу в Норск-Каролине Где я живу, в нашей местности много рыбаков и охотников И я лично люблю охотиться и рыбачить И когда ты находишься в лесу или на воде, бывает очень жарко И я очень хочу пить, особенно воду И я хочу, чтобы вы представили, что в жаркий день вы на работе или где бы вы ни были, очень жарко И вы говорите, я настолько жажду О, есть что-то попить И вы нашли бутылочку, которая доступна вам Но в ней ничего нету Она доступна вам Но в ней ничего нет Но я еще что-то нашел Я нашел еще одну бутылку Она доступна мне Но она нечиста Я не могу этого пить Кто-нибудь хочет? Никто не хочет Люди, окружающие нас, тоже этого не хотят Это не то, чем мы должны быть наполнены Мы должны быть доступны Но мы должны быть чисты Но когда я вижу такое Ооо 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 Оно настолько удовлетворяет Это вы Это вы Наполнены И делитесь с другими людьми Им надо, они нуждаются то, что мы имеем Когда мы очищены и наполнены Духом Святым Люди жаждут Они часто не осознают, но все они жаждут И вы имеете то, в чем они нуждаются Когда я был маленький мальчик Я родился в доме в семье пастыря Кому из вас девять лет? Станьте Кому девять лет? Окей All right You can sit down, nine-year-olds Do we have any twelve-year-olds here? Twelve-year-olds? Stand twelve-year-olds Good Thank you, twelve-year-olds Thank you I was a little boy My mom used to say Son, you need to get baptized in the Holy Spirit И когда я был маленький мальчик, моя мама говорила, сын, тебе нужно крещение Духом Святым. И она всегда, всегда говорила, чтобы я выходил наперед для молитвы. Иногда я не хотел выходить, но она все равно выталкивала меня. И я пытался наполниться. Но ничего не происходило. Когда мне было 12 лет, когда мне было 12 лет, я поехал на кемп молодежный, это было там в нашей комьюнити, в нашем городе. Я занимался, бейсбол играл, спортом занимался. И мне нравилось, я был успешным игроком. И я был в одной команде, в которой я играл, была одна из лучших. И мне разрешили этот молодежный кемп оставить и пойти поиграть в гейм, потому что там были соревнования, и потом вернуться. В понедельник вечер я пошел на эту игру. Но в тот вечер, там на кемпе, был мальчик, которому было 9 лет, и он получил духовное крещение. Где мои 9 лет? Где мои 9 лет? 9-лет. Alright, now you stay standing 9-лет, stay right there, stay right there. I came back home and heard that a 9-year-old got the Holy Ghost. Когда я вернулся, я услышал, что девятилетки получил, 9 лет получил Дух Святой. And I was old, I was 12. 12-year-olds stand up there, go ahead. Now I want you 12-year-olds to look at those 9-year-olds. Now you feel a little old, don't you? Посмотрите на этих младших, вы чувствуете себя постарше. 9-year-olds, they look old to you, don't they? Okay, y'all can sit now, thank you. And I heard that a 9-year-old got the Holy Ghost, and my dad came to pick me up to go play the next night. Следующий вечер, когда мой отец приехал меня забрать на этот гейм, и я сказал отцу, папа, я сегодня не поеду. Я останусь на молитву и получу Дух Святой вечер. И когда они сделали призыв в тот вечер, мне было все равно, моя команда, с кем они там играли, я вышел опять наперед. Я хотел, в этот вечер, у меня горело желание выйти наперед. Если 9-year-old could get the Holy Ghost, я знаю, что 12-year-old could get the Holy Ghost. Если в 9-летний получил Дух Святой, я уверен, что в 12 лет точно получил. И я склонился и начал молиться. И два часа, я молился, Боже, наполни меня Духом Святым. I laid down, it was a sawdust. You know what sawdust is? I laid down in the sawdust. Laying on my back. They were singing a song, Fill my cup, Lord. Fill it up. Come and quench the thirsting of my soul. Утоли жажду моей души. И примерно около 11 в тот вечер, мой сосуд был доступен, очищен. И был голодный, жаждущий. И этот сосуд открыл свой рот. И Дух Святой начал изливаться. И я начал говорить на другом языке. Это не был русский. Это не был даже английский. Я не знаю, что это было. И я не был изменен. Я хочу, чтобы вы знали, мои друзья, мы должны быть полны Я хочу, чтобы мы все понимали, нужно быть наполненным Духа Святого. Бог наполнил 12-летнего. Когда я уже шел в старший класс, я был свидетелем. Я играл в бейсбол и всю команду привел в церковь. И они услышали весь спасение. И некоторые из них получили спасение. И был преподаватель в старшей классе. Она была очень ненавистная, такая злая. И я ей рассказывал про Иисуса. Я купил для нее Библию. Я подарил ей Библию. И я ей сказал, читайте. 15 лет спустя, я был в Израиле, и оказалось, что она вышла замуж за кого-то в Израиль. Я ей позвонил. И она рассказывает, у меня еще до сих пор сохранилась твоя Библия. Я не знаю, если она читает ее, но она есть у меня. Я просто хочу вам сказать, что если наполнены Духом Святым, Бог будет направлять вас и приводить в те обстановки или места, где вы никогда не думали. Вы миссионеры в Америке. Вы здесь в Америке являетесь светом, который проповедует Евангелие. Но мы не можем этого делать, если мы не наполнены. Мы должны быть готовы, открыты. Мы должны быть очищены. Но мы должны быть наполнены. И я хочу вам приглашать вас сегодня. Встаньте. Если бы я спросил, сколько из вас желают последовать вовремя Бога, я думаю, что все из вас желают последовать вовремя Бога. Я уверен, что большинство бы отреагировали. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над тем, что, возможно, кто-то из нас на этом месте имеет внутри себя что-то, что препятствует движению Духа Святого через нашу жизнь. Но я верю, что есть на этом месте люди, которые хотят быть наполнены. Я хочу спросить, если есть на этом месте дети или кто-либо, кто не крещённый Духом Святым, можете пройти наперёд. Yes, that's what we believe too. So if there's any children, I want you to come stand in the front. Or kneel, or however you wait. Кто не крещённый Духом Святым, дети могут выйти наперёд. Don't be afraid. Everyone already feel? Все крещённые. Come on, come on, yes, that's right. That's right. Stand right here. Do you have a face here, or do you have a kneel, or however you want to... They can stand, usually they kneel. Okay. I'll just come right up here. Thank you. Any of all on this side? You know. Good, good. Nine-year-olds, eight-year-olds, six-year-olds, it doesn't matter. Любой возраст, кто желает. Look at me, children. Look at me just a moment, okay? Повернитесь сюда, детки. Сюда. Towards us. Thank you. Повернитесь сюда, на нашу сторону. I want to tell you, young people, you're not too young. You're not too young for God to pour His power on you. Now, if there's any older people that you have never... Well, let's say I'm going to do this. Because I want some elders and people to come pray with them. But if you're an adult and you haven't been baptized in the Holy Spirit, I want you to go stand in that inn down there. I'm going to pray this morning and I want us... If the rest of you, those of you who are filled, if you would just come and let's come and pray with these children. How many will join with me today and believe that God wants to fill these kids with the Holy Spirit? Кто из вас верит в то, что Бог желает их наполнить? Иисус вас очень любит. Дух Святой хочет вас наполнить. Я не знаю, почему я это сейчас делаю, но просто я чувствовал побуждение к этому. Он будет вас использовать, чтобы многие получили благословение через вас. Но вы должны всем сердцем любить Иисуса, и Дух Святой будет вас наполнять. Вы знаете что? Он будет сделать... кто-то из вас станут миссионерами, проповедниками, кто-то просто будет строить дома, кто-то будет секретарем, но вы будете благословением для окружающих вас. Мы будем молиться с вами. Я хочу, чтобы вы молились. Просто не слушайте нас. Обращайтесь к Иисусу. Я хочу, чтобы вы говорили, наполни меня сегодня. Имейте жажду. Все, кто вышли, можете склониться на колени. Остальные, простирайте руки в свои суда и молитесь за этих жаждущих. Я хочу, чтобы мы знали, что Дух Святой наполнит каждого жаждущего. Через силой Духа Святого мы сможем поменять нашу страну. Наше общество может поменяться силой Духа Святого. Я повторю, повторю то, что не политики являются проблемой Америки. Это имеет отношение к церкви. Церковь должна быть наполнена. Я вижу, как многие из вас радуются, будучи наполнены. Но запомните, что цель в том, что мы наполнены, чтобы свидетельство доставать других. И брат Виталий мне рассказывал про те служения, которые вы делаете. И это очень радует меня, то, что это именно церковь и должна делать. Но я уверен, что здесь есть больше людей, которые должны открыть себя, очиститься и быть наполненными. Больше сосудов, больше жизни. Благодарю, пастырь. Благодарю, пастырь. Благодарю, пастырь.